Без прошлого люди-сироты Символ, забыв о своих предках Люди пускаются в беспричинные споры Откуда он попал на север А как насчет национального флага Исландии? Разве это не чудо? Флаг с небесным крестом по-тюркски Это знамя-боксир Под таким знаменем сражался Аттила Под таким знаменем вступали в бой норманны Во главе с тюркскими вождями И древние казахи, алтайцы, кыргыз И войска Чингисхана Алтынарда Это чудо впереди всех глаз Он прямо рядом с нами Что, какие еще слова нужно добавить Чтобы признать реальной реальностью? Откуда он попал? Степные основные блюда являются мясными На пастбище в степи В каждом предмете есть след казахи Алтая, Центральная Азия, Степь Хотя в гуннский и тюркский Скифы, гуны, казахи Казахи, киргизы, татары, азербайджанцы, саха, узбеки, каракалпак, туркмены, тюркские народы А может быть, почетное блюдо для высоких гостей исландцев северян Это голова барана Или что, не испугавшись церковных запретов Они пили и продолжают пить кумыс Кисломолочное кобыле и молоко И айран, разбавленное кобыле и молоко И йогурт Ели и продолжают есть кэйзы Канье на колбаса Пасли и пасут овец Связали и матируем войлок Разводили и разводят лошадей Лакомили с кониной Пожалуй, следует добавить Что в исландском языке есть звучные тюркские выражения Любой пример меркнет по сравнению с буксиром Флаг, знамя, стандарт камень из Шотландии Подобные камни использовались в Исландии Для измельчения кукурузы в муку По-казахски дермян Дерментас мельница Сою браун Жареный хлеб Вкусный, почти как пончик Как соленый хлеб Глубокий друг на ягненком жире Растительном масле Они очень вкусны в горячем виде Но также хороши и в холодном виде С небольшим количеством масла А также хлеб, когда это необходимо Например, при организации вечеринок с женщинами Далвик или Свардул часто говорят «А как же хлеб?» Баурсаки по-казахски Сви опаленная голова барана Исландии Сви — неплохая еда Голова — неплохое мясо Но многим неудобно буквально смотреть еде в глаза Они держат все, от языка до глаз Так как некоторые люди любят их есть Для пирс головы вынимали мясо и прессовали на ночь Чтобы получился своего рода терин Украшение лауфа брау Листового хлеба Рождественская традиция во многих исландских домах Казахский шелпек Лепешки Некоторые посетители Исландии Особенно североамериканцы С удивлением узнают Что исландцы действительно едят лошадей Шокируясь Главным образом Тем, насколько красивы исландские лошади Исландцы Чтобы скрыть историческую правду Европейцы сознательно подкрасили имена многих Когда в христианстве начались трения Некоторые латинизированные тюрки опоясали пояса счастья и Не желая конфликтовать с духовенством Сменили благословенный юг на суровый север Чтобы сохранить свободу Они уезжали со своими семьями Кто посетит Исландию Могут ожидать увидеть множество рун Рунир на исландском языке В местных магазинах А также услышать много разговоров Об этих исландских магических посохах Руны В Исландии В наше время норвежские руны Гораздо более заметны здесь В Исландии Чем в соседних странах Таких как Норвегия или Швеция Может быть Стоит оглянуться на часть истории Исландии Чтобы лучше понять эти древние элементы Интересное генетическое исследование Сильная традиция гадания существует и по сей день в Исландии Казахстан Казахи-тюрки Уникальная находка раскрыла тайну происхождения тюрков Казахи-тюрки Степь тюрки вели свою родословную от гуннов Саки скифы Казахи-тюрки появились не на Алтае Как было принято считать ранее А в степях Казахстана Доказательством тому является Иссыкская серебряная чаша Найденная в сакских курганах Семеречья Иссыкская чаша была найдена в 1982 году Ей 2,5 тысячи лет Ученые долго не могли расшифровать Рунические письмена Покрывающие ее Дело в том, что ранее саки считались Ираноязычным народом Поэтому все попытки прочитать руны На бактрийском языке Закономерно провалились И лишь недавно азербайджанский ученый Эль Шаталили смог расшифровать этот текст Оказывается, надпись была сделана На тюркском языке Сак Испей эту клятву во имя народа Слово донесет голос и славу на небеса Образцы языкской письменности Также были найдены в Афганистане В тюркские руны в Таджикистане и Узбекистане Рассаки разговаривали на тюркском языке Значит, гипотеза о болтайском происхождении тюрков несостоятельна Их родиной были степи Казахстана Была домашняя на лошадь Да и суровые обычаи тюрков и соков очень схожи Например, и те, и другие делали человеческие жертвоприношения Когда умирал вождь Примечательно, что германские руны полностью копируют тюркские Об этом удивительном факте поведал британский ученый Майлс Элис Дело в том, что саки завоевали Восточную Европу еще в IV веке до н.э. Именно в античную эпоху германские жрецы кочевников-скифов Примечательно, что германским рунам К слову, впервые тюркские руны в XIX веке Расшифровал датский лингвист Вильгельм Тамсен Археолог Марк Аурель Стейн принес ему древнюю книгу Найденную в храме пещеры Тысяча Будд Чрезвычайно заинтересовал этот фолиант Поскольку Вильгельм Тамсен знал германские руны Ему ничего не стоило расшифровать текст А позже благодаря ему удалось прочитать послание Оставленное на камне на берегу реки Архон Соправителем тюркского каганата Кюльтигином Степь, саки скифигуны казахи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова